Каким образом вы можете получить доступ в ассоциативе, владельцы которого блокировали пользователи из России? Amproxy Так, а что такое Proxy? Ну это, как бы, мы идем за, не напрямую, а через другой кабель, в Австралии, так сказать. Которому мы можем пойти? То есть место прямого обращения? К серверу? Мы обращаемся к какому-то посреднику. А это, наверное, только если, как бы, заключено следовать? Если да, а мы разве не нарушаем закон таким образом? Мы дожду и Proxy, сервер, для всех желающих. Нет, мы заходим на сайт, на который вообще нам заключено заходить. Ну, на самом деле, в мире нет доходов, которые ограничивают географический доступ. Это личная мулька владельцев этого сайта, который по какой-то причине не хочет пускать. И, например, всех иностранцев не хотят пускать. И, более, если решили, что этот сайт плохой, его заблокировали. Какой вариант в России, такая методика есть. И один из крупнейших техно-танковых форумов американских почему-то заблокирован по решению органов государственной власти. Таким образом? Почему? Они не должны. Ну вот, в России год назад ввели вот это вот. Да. Ну вот, в частности. Но есть вот тоже. Например, на Филиппинах есть замечательные технические форумы, которые мне приходится так прорываться. Причин может быть много. А что нужно работать через это посредник? Какие варианты узнают серверов посредников? Ну, пробки там открыты. В районе зависит в смысле, что через демпой там не получится. Через демпой не получится. Там должна быть программа, которая что-то делает. Принимает наши запросы или транслеживает их туда, принимает оттуда или транслеживает обратно. Это как минимум. Правильно? В этом случае не получится. Пробки бывают простые, честно отдающие информацию. Потом кто спрашивает? А вот, кто и дальше. Анонимные пробки. Которые целиком и полностью скрывают информацию в Украине. А, ну это же круто. То есть, сервер, на самом деле, не знает. Кто там обращал? Он думал, что это просто пользователь. Да. 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 Работать они могут двумя способами. Первый способ, так называемый WebProxy. Вам предлагается строчке, куда вы будете исколнить URL. Просто на страничке. После чего вы прилетели. Второй вариант. Вы указываете его, собственно, адрес, через который вы работаете. Первый вариант. Удобнее, если уходит различный адвок прокси. Он будет просто удобнее и не будет инфицировать никакой. Может ли прокси-сервер увеличить быстродействие системы? Для вас он может сделать систему быстрее? Нет. Ну, что боитесь? Ну, если сервер очень медленный, то как? Если у вас, окажется... Я стану быстродействовать, а прокси просто быстрее. Ну, это как вариант, что у него более выгодный маршрут получается по скорости. Да, согласен. А можно ли выключить прокси-сервера внутри локальных сетей? Для выгодных? В сути, почему да? Ну, в сути, почему да? У меня, например, на ноутбук прокси-сервер встроен просто систему. Мои браузеры ходят через прокси-сервер. Окружающие. Какой это прокси-сервер? Ну, у меня хандикаж стоит. Зачем все такое-то число? Объясняю. Они же могут учить информацию. Объясняю. Предположим, у нас есть организация, которая смотрит в большой мир через какой-то компьютер-прокси-сервер. Чем характерна у нас вот эта вот берёвка условная? Нет. Вот такая у нас комутата, там всё такое. Условность интересована внутренняя. Она не бесконечно толстая. А по сравнению с ними на канал? Гораздо толще. Гораздо толще. Разница может быть, если у вас внутри негагитовые сети проводов на нарую на сканале негагитовых, разница у нас сколько получается? 1024 раз по скорости. У нас, да? Предположим, компьютер А запросил какую-то информацию. Она у нас пошла из большой сети. По скорости в один негагит. Торжественно, чтобы у вас сюда пользователь её увидел. Спросил пользователь B ровно ту же самую информацию. У нас тоже сайт пошёл. Грубо говоря. А, то есть нужно сохранять как бы правильную информацию. Вот эту проходящую информацию пишем на них действие. Ну это логальные действия будут. Но это ещё хуже может быть. Почему? Ну, потому что там уже... Мы взяли только что это, и придумали. Таким образом, мы попробуем... Торжественно отправлять кто-то наш, чтобы эти информации действие. Ну, мы попробуем. Попробуем поступить функцию права. Мы вместо того, чтобы снова переляться туда, получаем вот так, и на скорости дегагит, на том, что это прилетает обратно. Но иногда придётся копировать информацию. Ну, всю проходящуюся перелетарированную службу. Скажем, мы можем держать его в течение недели. Ну, это зависит от соотношения скорости и объёма. Понимаете, да? Плюс мы здесь, вот в самом втором системе, нажимаем такую вещь, как время повторной проверки документов. Скажем, текстовые документы на совпадении размера, даты создания и так далее, мы проверяем каждые 15 минут. Значит, он мазит сильно. Мы их не качаем, мы просто задаём вопрос об их атрибуках. Если они совпали, мы отдаём отсюда. Если не совпали, мы качаем заду, иначе они в Мунистан. Иначе мы можем влететь в ситуацию, когда сайт уже совершенно другую информацию содержит, а мы, спешим, всё ещё отдаём старое. В обновлении, как каждая версия, проверка, проверка. То есть, если с момента последнего обращения какого-то файла, он слияет версии файлов для изменения файла на артисте, этот сервер и файла на сайте, да? Да. Если есть применение по атрибуту, он скачет. Мы поехали за. Нет. А вот скачет автоматически? Да. Сумеет. Здесь вопрос. Нет. А зачем только? Может, он не разрешаем его скачивать автоматически? Может, возможно, и на предыдущей версии? Нет. На самом деле, прокси-сервер обязан обеспечить вам работу в текущей версии сайта. Он не может внести от себя тему передовой информацией. Если изменимся в сайт, вы должны увидеть это изменение у себя на экране. И на этом получим, что он вносит искажения. Чего нам совершенно неинтересно. Поэтому мы ставим, например, в текущей версии... Учитьем приходит часть нашей защищенной информации. Это не защищенная. А если ходить защищенная, то через прокси-сервер лучше не ходить. Да, как правило, вещи, которые идут в протокол... Как они называются? HTTPS. Как правило, такие запросы в прокси-сервере не кэшируют. То есть, например, Gmail через прокси... А если они хотят кэшировать? Закэшируются, возможно, картинки, а возможно, и нет. Но быстрее вряд ли будут. Они не кэшируют. А если хотят получить, то кэшируют, то есть просто потом... А что им это даст? Потому что это социальные разовые, собственно, сеансы шифрования. Вы получили какое-то шифрование. Вы получили какое-то шифровное... Это дело. У вас есть предположим шифрованные кодки. Во-первых, силу досторожности алгоритма вы включения знаете. А во-вторых, ключ он разный. Одно разный. В следующий раз будет другой ключ. Ну, информация на шифровом виде походит через прокси, так у нас там где-то шифровый. Да, разумеется. И наоборот, на шифровый, а ключ, где же прокси, он разве не приходит? Он сеансовый, но, опять же, не пишет на кэши и прокси. А если... Это не файл. Ответ ключом, это не файл. Его невозможно хэшировать. Перехватить там каким-то способом не можно, но прокси-сервер просто его не запишет, потому что он запоминает файлы. Ну, если захочет, запоминает. Ну, если вы смотрели программу снифер, которая пишет весь поток, потом его разбирает, то это уже не прокси-сервер. Это только это хакерская прибуда для полной системы. На самом деле, все так печально, но в правилах поразительная активность все равно становится видна. Опять же, серьезное программное обеспечение получает сертификат от доверенных центров, которые отвечают за его безопасность. Ну, вы видели, наверное, когда вы что-то устанавливаете, данное программное обеспечение действует и заместимость, первых, 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 сертификат до продолжительных проблем. Если вы его ставите, то это на ваш стратегист. Можете это понять. Так вот. Если у нас клиентов достаточно много, и работают они примерно над одним и тем же, то в результате сооблачение графика, отдаваемого в прокси-сервер, в график, который проходит из внешней сети, ну, иногда превышает 95 в 5. То есть 95 процентов информации уже было просмотрено, отдается почти мгновенно блоканной сети и докачивается только в эти 5 процентов текущих умений. А если, ну... Это и дешевле, и быстрее. Если, например, люди работают в системе интернет-бизнеса, проверяют одни и те же сводки, работают с одними и тем же контрагентами, то это может быть в руку менеджеров, сидящих в столовой в Перми и работающих с электронным магазином где-нибудь в Санкт-Петербурге. Фокус здесь заключается в том, что информация используется больше одного раза. Ну ладно. У меня на алкадном компьютере разные браузеры используют одну и ту же информацию. То есть я могу посетить оперку работать, потом запускаю с траму Райфокс и я не перекачиваю то, что я видел оперку. Ну, а учитывая, что у меня по тридцать по сорок оппансов это не вопрос в одном браузере, это бывает достаточно проблематично. Пока все это не качается из интерната, просто тринчистер хотя бы погружается за 3-4 минуты. Это вот так называемая прокси-сервер. И вот так называемая прокси-сервер. Продолжение следует...